Многими ожидаемыми событиями был отмечен 2016 год для жителей Щелковского района. От начала строительства диализного центра в городе Щелково до открытия детского садика в Медвежьих озерах. О работе, проделанной в едином тандеме совместно с региональным парламентом и органами местного самоуправления, отчитался депутат Московской областной думы Владимир Шапкин. Прошлый год стал для него переходным, выборным. Состав регионального парламента изменился более чем на 50%. Скорректировалось и деление избирательных округов. Если еще в начале 2016 года за депутатом была закреплена территория от Ногинского района до Фрянова, то теперь Владимир Шапкин представляет первый Балашихинский округ, в который вошли Щелково, поселение Медвежьи Озерский, Загорянский и большая часть Балашихи. Итоги этой предвыборной кампании мы провели очень активно и продуктивно. На сегодня у меня, например, было зафиксировано 176 наказов. Которые начинаются от глобальных и заканчиваются локальными. На этот год мы, по сути дела, практически вместе с органами местного управления решили несколько десятков наказов. Среди глобальных результатов, которых удалось достичь в прошлом году, благодаря командной работе совместно с властями Щелковского района, можно назвать закладку будущего диализного центра, а также практически завершенное открытие перинатального. Новые учреждения здравоохранения открывались и в отдаленных микрорайонах. Офисы врачей общей практики начали работу в Богородском и Свердловском. Фельдшерский акушерский пункт был построен в поселке Клюквиной. После нескольких лет строительных работ был открыт многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Центральная в городе Щелково. Продолжилась работа по благоустройству, преобразилось более 50 дворовых территорий. Украшением города стала новая пешеходная зона на улице Парковой. Велась подготовка документации к строительству новых школ, призванных решить одну из самых наболевших проблем – обучение во вторую смену. До 2020 года включительно должны быть построены достаточно большое количество школ. Вот мы сейчас начинаем все-таки две школы – это Солнечный микрорайон и Медвежьи озера. По словам депутата, несколько проблем, решение которых также остро стоит на перспективу, было подчеркнуто губернатором Подмосковья. Это в том числе повышение качества капитального ремонта домов, медучреждений и, наконец, восстановление инфраструктуры бывших военных городков. Первый год у нас было выделено 3,5 миллиарда. Следующие два года по 7,5, а может придется и добавлять в эту программу. Так, чтобы за три года эту программу выполнить в полном объеме. Продолжена будет работа в новом городке Бахчеван-Жичкаловская и Монина. Целевая поддержка в приоритете. Порядка 16 миллионов из специального депутатского фонда было выделено на исполнение адресных наказов избирателей, будь то закупка оборудования в Центр социальной поддержки или строительство детских и спортивных площадок. После выборов 2016 года изменился и профильный комитет депутата, ранее включавший в себя вопросы экологии и ресурсов, теперь отвечает исключительно за имущественные отношения и землепользование. Так рассказал Владимир Шапкин и о глобальных изменениях, которые коснулись не только Щелковского района, но и всего Подмосковья. Как подчеркнул губернатор региона в своем ежегодном обращении к жителям у Московской области, есть все шансы стать лидером среди субъектов Российской Федерации. Основа – эффективная экономика и стабильный бюджет. Одним из приоритетных направлений в этой деятельности в прошедшем году оставалось вовлечение в оборот земель сельхозназначения. В прошедшем году 62 тысячи гектаров было включено в сельхозоборот. Позапрошлым году – 60, ранее – три года назад – 50, и в следующем, в 2017 году мы запланировали еще 60. Ответственной задачей для Подмосковья являлась и мобилизация доходов от налога на имущество. С 1 января 2017 года в силу вступает закон, принятый еще 10 лет назад, и за это время успевший позабыться многим жителям. В два раза увеличивается сумма налога на участки земель под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство, которые не были поставлены на кадастровый учет и где расположен незарегистрированный объект капитального строительства. Депутат подчеркнул, что это не относится к участкам, на которых, например, в наличии небольшая постройка для ведения личного подсобного хозяйства. Речь идет о капитальных объектах площадью порядка 50 квадратных метров. Пока это касается только участков ИЖС и ЛПХ, однако более 500 тысяч незарегистрированных объектов находятся в ДНТ и СНТ, при этом дома отнюдь не скромных размеров. 500 тысяч жилых, которые находятся на территории ДНТ и СНТ. Если поехать по Московской области, да даже по Щелковскому району, огромные особняки, они не платят налоги. Почему вот эти собственники не платят налоги, которые идут на эти же дороги, освещение, уборка, да и другие благоустроительные, территориально-устроительные мероприятия, которыми пользуются все? В итоге более 2 миллиардов рублей недополучают в свои бюджеты муниципальные образования, в том числе и Щелковский район. Так, областным парламентом была разработана инициатива, которая предлагает применять соответствующую налоговую ставку и к землям ДНТ и СНТ. Большая работа в прошлом году была проведена по исправлению ошибок, допущенных при кадастровой оценке земель. Чтобы исключить эти проблемы на перспективу, Мособолдума на законодательном уровне утвердила единого оператора по оценке. Отметил депутат, что залогом успешной работы как в округе, так и в областном парламенте стали масштабные встречи с жителями, проводившиеся руководством Щелковского района. Они помогли увидеть пробелы в законотворческой деятельности и составить картину проблематики непосредственно в муниципалитетах.